Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем обсуждать тему саммита БРИКС в Юханасбурге. Началось это мероприятие, и мы будем говорить о том, зачем оно вообще состоялось, и что такое БРИКС, его историческое значение этой аббревиатуры, даже бы надо так сказать, а не этого саммита. И почему, собственно говоря, лидеры крупнейших пяти стран мира, собственно говоря, оторвались от своих повседневных очень важных дел и полетели достаточно далеко Южная Африка, как раньше говорили, не ближний свет. И тем не менее, мир сейчас становится глобальным, конечно же, и то, что раньше считалось каким-то страшным захолустьем, сейчас может стать центром мировой экономической и политической жизни. У нас в студии гости. Наталья Нарочницкая, президент Фонда изучения исторической перспективы. Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Сергей Орлов, профессор Российского экономического университета имени Плеханова. И Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, член научного совета при Совете о безопасности Российской Федерации. Здравствуйте, господа. Наталья Алексеевна, вам первый вопрос. Как президенту Фонда изучения исторической перспективы. В исторической перспективе, что это за образование пяти крупнейших государств? И почему, собственно говоря, сейчас так много внимания уделяется этому событию? Как вы думаете? А это не случайно. Если началось это явление просто с какой-то встречи, лишь с схожей типы экономики, хотя бы по этому росту. Ну, изначально это вообще было аббревиатурно инвесторов, такая условная. То совершенно очевидно, что все-таки есть тенденция к превращению в некий политический клуб, политико-экономический клуб. Хотя, я не помню, чтобы ставились задачи какие-то экономические, установить структурные уже какие-то элементы. Но, тем не менее, политическая координация явно напрашивается, потому что мир диктует какие-то создания каких-то различных, разносистемных, разносвязанных, жестко-мягко и так далее, разных структур, чтобы уравновесить тот вызов, который бросают Соединенные Штаты мировой стабильности, объявляют чуть ли не все возникающие центры силы своими соперниками. Хотя бы надо придушить, а если не придушить, то всячески сдерживают. В отношении Китая уже, в общем, доктрина сдерживания, которая в свое время была против Советского Союза в 1947 году провозглашена. Поэтому не случайно, что эти страны, которые все по-разному, но уже испытали на себе действия вот таких... Жилостей. Да, все прелести вот этого нового мира, который, хоть и очевидно не стал однополярным, но Америка не хочет себе сама в этом признаться и продолжает действовать так, как будто бы они господа миры. Надо сказать, что некие ресурсы у них для этого есть, но, опять же, доказано уже, что ресурсы эти не безграничные политики. Поэтому это неизбежно. Неизбежно вот это какая-то, пусть сначала мягкая, но структуризация вот этих взаимоотношений. Бразилия находится в Латинской Америке, которая под пристальным вниманием Соединенных Штатов всегда. Доктрина Монро, это уже ретросфектива. Вот дальше. Мы там ведь начали с ними проекты, там и нефть, и там какие-то авиационные вещи были, еще что-то такое. Вот надо это все вовремя остановить, чтобы не повадно было. Ну, там не только мы, там и китайцы учатся. Аргентина на себе испытала, мне кажется, в значительной мере тоже спровоцированные и не очень умными советами, а также и политическими задачами кризисы. И вот то, что произошло в Чили, когда я была молодая, это, по-моему, надолго запомнился. Вот тогда это всегда гремело. Нет, ну это кровавое и да, и так далее. То есть Латинская Америка на себе испытывает в одном смысле давление. Россия, ну, всем известно, не надо говорить. Китай тоже столкнулся сейчас, несмотря на то, что это главный держатель валютных запасов сейчас, и мастерская мира. Ну, вот надо все это остановить. Ну, и как такое, Википедия всем скажет, что это страны, наиболее крупные страны и быстро развивающиеся, меняющиеся экономикой. Ну, это ни о чем не говорит, на самом деле. А вот с точки зрения исторической перспективы, исторических процессов, они же все-таки имеют некий объективный, хотя это спор вечный, да, имеют ли они объективный характер. Маркс считал, что да. Да, да, есть другие течения школы в исторической науке. Но, тем не менее, вот объективность этого процесса, она чем вызвана? Можно как-то это определить, дать определение какое-то? Или это еще наука вот историческая на данный момент не осмыслила эти вещи? Ну, на самом деле, большим странам, большим в историческом смысле, с сильной и драматичной историей, как наша, например, им нужна большая политика. Либо у нас есть большая политика, это значит, что она открыта всему миру и до всего есть дело. Не так, как у американцев, что всюду надо свою военную силу поставить и придушить. Но это совершенно очевидно. Либо если нет политики, то государство разрушится, никакая экономика не дает. Ну, представьте себе Канаду без Соединенных Штатов. Я имею в виду не экономически, а политически. Огромная, с правами человека все вроде бы в порядке, уровень жизни высокий. Кто спросит ее о корейской ядерной программе? Ну, так, среди прочих, она голосует, конечно, ее голос имеет значение. Но это почти, для меня это почти Швейцария, понимаете, которую точно никто не... Ну, люди спокойно живут, что-то там спокойно делают. Да, да, и никто не... Но если Россия не будет проводить большую настоящую политику, то есть магнитное поле как бы вовне расположено, то оно будет сжимать ее, понимаете, как шагреньевую кожу. И мы не сможем просто выжить. В общем, Россия либо великая держава, либо никакая. Это мое взгляд. А великая держава, я понимаю, как гораздо более... Это положительное, это огромное... Так вам скажут, что это имперские амбиции, это агрессия. Нет, ничего подобного. В чем нас упрекают всю жизнь? Ведь быть великой державой, это великая ответственность за безопасность не только своих границ, но и тех народов, которые мы 300 лет вовлекали сами в свою орбиту. И вспомните... Эти народы никто не уничтожал, как индейцев. Абсолютно, абсолютно. Говорят, кстати, есть... Всех, как Иван Ильин, всех соблюла. Есть американские исследования, которые проводят и говорят о том, что то, что творили американские колонизаторы с индейцами, даже Гитлер не смог сделать. Настолько был чудовищный геноцид. На самом деле местного... Ну, первые концлагеря, это в Глобургской войне, это англичане. Они очень большие расисты, на самом деле. Кстати, англобургская война, это Южная Африка. Да, вот мы тут... Они случайно у нас показали, что какая-то бургская семья решила эмигрировать в Россию. Она фермерская такая, замечательная, потому что там начинаются захваты земель. Владимир, да. Ну, вот если продолжать ту же самую тему... Вот продолжать, да, эту же тему. Позиционирование БРИКС. Вообще, почему возникла эта структура? Это первый, как известно, Джима Нил, сказал, и это был... Да, это был аналитик по Роджащиму, и там был на САГС. Да, и это был абсолютно такой экономический термин. Но, тем не менее... Он был прикладной, на самом деле. Да, прикладной. Но, тем не менее, мы увидели, как слово вдруг обрело плоти кровь. И оказалось, что вот этим четырем первоначально странам, а потом пятой, и, очевидно, это не конец, и будут еще страны, это понравилось. Вот такой позиционирование. Я думаю, что Джима Нил сейчас из-за этого не рад уже. Почему это произошло? Потому что мир после крушения Советского Союза пришел в дисбаланс, в беспорядок. И там... Подождите, какой беспорядок? Один верховный жрец, который в Вашингтоне всем говорит, куда, чего бежать. Какой беспорядок? Я думаю, что это прав, коллега. Началась борьба за российское наследство. Вокруг, по-три, произошла разбалансировка биполярный мир, который, как бы к нему плохо не относились некоторые аналитики, он балансировал систему. В этой системе были определенные, сдерживающие правила, нормы, которые не позволяли миру перейти в состояние масштабных конфликтов. Был третий мир. Было движение неприсоединения. Это тоже, в общем-то, достаточно интересное явление. После того, как биполярный мир прекратил свое существование, и началось триумфальное шествие либеральной идеи в мире, все рухнуло. Рухнуло и движение неприсоединения, потому что кому не присоединяться, если есть один полюс. Большая двойка, то есть новый биполярный мир США-Китай, еще не сложился. Может быть, это будущая перспектива. В результате возникла ситуация, при которой, с одной стороны, существует сверхлидер, существует масштабная институциональная структура, которая поддерживает и развивает этого лидера. Но в этом плохого, спросит нас зрители некоторые. В этом плохого то, что одно мнение доминирует в мире. То, что сказал наш лидер Владимир Владимирович Путин еще в рамках Мюнхенской конференции. Это не демократично. Более того, эта система алогична с точки зрения исторической ретроспективы. Потому что мир всегда был мультиполярен. Всегда было несколько центров силы. Это же Римская империя. Правда, там был Китай, при этом другие страны. Римская империя это была небольшая региональная держава, о которой в Китае никто практически не знал, кроме того, что она шелку покупает. Это да. И вот в этом случае, с одной стороны, Соединенные Штаты и тысяча их военных баз. С одной стороны, НАТО, с одной стороны, Евросоюз и Большая Семерка, как некая, кстати, тоже экономическая структура, которая, собственно, венчает эту пирамиду. А с другой стороны, пустота. И вот в этой другой стороне начинается процесс институционализации. Здесь нужно обратить внимание, по сути, на две ключевых структуры. ШОС, как политический союз антинато, и БРИКС, как экономико-политический союз, который, собственно, является противопоставлением БРИКС. Совершенно верно. Противопоставлением Большой Семерки. Вот сейчас, по совокупному экономическому потенциалу, БРИКС уже соразмерен Большой Семерки. Будущее за странами БРИКС, а не за странами Большой Семерки. Да, это даже западные все аналитики говорят, да. И самое важное, почему в ЮАР съезжаются не только лидеры этих пяти стран, почему там будут лидеры, по меньшей мере, десяти других стран. А почему они там будут? Потому что БРИКС становится площадкой, точкой сборки, площадкой объединения всех остальных крупных и не очень крупных экономик и стран, для которых вот это доминирование, диктат одной державы, тем более которая переходит сейчас к протекционистской политике, в общем-то он неприемлем. Поэтому в ЮАР будет и Аргентина, о которой мы уже сегодня ввели речь, поэтому в ЮАР будет и Турция, поэтому в ЮАР будут и некоторые африканские страны. И очевидно, в настоящий момент, БРИКС это, в общем-то, не пять стран. Это будет достаточно большая структура, которая будет объединять широкие массы стран Азии, Африки и Латинской Америки, не согласных с западным диктатором. Сергей Леонидович, все-таки, вы знаете, вот почему вдруг последние годы, последние годы, вот это вот движение неприсоединения к большому брату, оно обрело такие силы? Ну, видите, жили же, даже после развала Советского Союза, ну, в общем-то, практически полтора десятилетия, наверное, да? Ну, пока действительно дербанили наследство Советского Союза, это, кстати, Западу сильно помогло решить его проблемы, те же кризисы и рецессии, которые они испытывали, лечились, во-первых, дешевой нефтью, во-вторых, дешевыми металлами, которые из Советского Союза хлынули тогда, медь и все остальное, ну, и так далее, и тому подобное. Один уран, чего стоит, с плутонием, и так далее. Вот, ну, жили бы и дальше так, собственно говоря, большой брат всех кормит, всех покупает, дает всем печеньки, хорошо, красиво, мы продаем нефть, покупаем Мерседесы, ну, и так другие страны, китайцы шлюпают айфоны, кому плохо? Мне представляется это следующим образом. Дело в том, что если в исторической ретроспективе, назад чуть вернуться, мы должны понять, что вот кризис 7-го, 8-го, 9-го годов, у нас он в 10-м был окончательно завершен, несколько переосмыслил ситуацию в мире. Это первое. В чем? В том, что мы стали чуть-чуть по-другому все это переформатировать, для себя сделали большие выводы, и более того, кризис с чего начался мировой? С чего? Он до этого рынка США понес, рынка недвижимости. Вот. То есть доверие, безусловно, было подорвано. Это первое. И, кстати, и саммит семерки, который потом был, вот, и двадцатки, да, и подготовлена была программа, если вы помните, ну, по крайней мере, она была, во всяком случае, обозначена в общих чертах Международного валютного фонда, Всемирного банка, различные программы, о них, похоже, сейчас уже забыли, прошло 10 лет около этого. Это первый такой звонок. Второй момент. Значит, санкционная политика Запада, которая бесспорно не всем пришлась по вкусу, не все ее осознали до конца, вернее, не все приняли, да теперь это очень ясно. Не все это кто? Все? Ну, те страны Восточной Европы, которые, в частности, Венгрия, там, Словакия, Чехия и там другие, вот, и те, кто в ЛОНа входил, вот, будем говорить, большой политики Запада, те тоже все это переосмысливают. Это четырнадцатый год. И сейчас, мне кажется, вот, в восемнадцатом году, этот юбилейный саммит, это несколько будет иной вектор. Это вектор, своеобразный водораздел, во всяком случае, четко могу сказать, начало водораздела, вот, другого формата в экономике. Это интеграционное объединение, оно формирующееся, интеграционное объединение БРИКС. Подождите, ну, говорят, что там очень разные политические интересы. Вы знаете, я имею в виду, да, разные политические. Безусловно, Бразилия, это Латинская Америка, вот, о чем говорили, она далеко, Южная Африка, вот, но соседствующие государства, здесь тоже не все гладко, Россия, Китай, Индия, вот, если так, это и есть шелковый путь, это мы имеем общие границы Индия с Китаем, и дальше мы огромную границу с Китаем имеем. Таким образом, вот, есть возможность консолидировать, вот, у этой пятерки, а у нее огромный потенциал. Не забывайте, что современная экономика, это не только верховенство экономики. Я всем говорю, что это одновременно участие экономики, вот, и наличие мощного военного потенциала. Такой современный мир. Ну, подождите, Наталья Алексеевна, по-моему, всегда такой был, у кого много денег, у того, вернее, у кого хороший был меч, и он имел им пользоваться, у того было много денег, ну, то есть, у кого была военная сила, условно говоря. Нет прямой зависимости между крупнейшими геополитическими изменениями на мировой карте и ростом экономики. Это, скорее, демографический рост, мощный очень, вот, ну, экономика тоже важна. Где-то в 17 веке, в 16 только начали урожайность в Западной Европе, стала превосходить урожайность в Междуречии. И Запад стал обгонять по всем параметрам восточных странах. Да, и какие-то излишки стали образовываться, а так все съедали даже голода. Но не надо забывать, что конкистадоры вывезли золото из Латинской Америки, из того полушария сравнимого с тем запасом, который накапливался в течение столетия, вообще-то так вот. А это было золотое количество смягчения. И привык грабить, вы понимаете, колонизируя или расширяясь даже в Европе государство, вот, Тевтонское, так сказать, движение Дранг на Холстон, это ж не две войны, это из Верховья Фрейна до Кили и Магдебурга, а там раньше славяне жили, еще в 16 веке, вот, это, они все уничтожали. И вот, вы задавали очень такие интересные вопросы. Вы знаете, ведь, вот, саммит с Трампом, он, конечно, повлиял на, безусловно, как бы, Россия из такого, для некоторых, такой мираж, великая держава, вдруг этот мираж начал обретать реальные, Америка признала необходимость все-таки договариваться с Россией, пусть не так и так далее. Значит, это усиливает. Во-вторых, все, что Россия предлагает, ШОС, Евразийское сообщество экономическое, это не те интеграционные процессы, которые Запад насаждает, если хочешь с нами, будь как мы, измени свою цивилизацию. Измени, то есть, вся вот эта либеральная революция, 90-е, ну, 2000-е годы, шла под флагом троцкистским, фактически, униформацией мира по стандартам. Россия, а Россия, это понимаете, вы знаете, что Россия, а не Америка, есть резуцированная модель мира. Нам внятно все. И, как это, и острый гальский смысл, и сумрачный гермаркет. А почему? Потому что у нас перепады в культуре. Архаизм соседствует с передовой технологией. Пустыня и вечная мерзлота. Аул, где-нибудь, где колодесная вода только, и богемные кварталы Петербурга с этими, значит, курящими там травку. И акционистами, и так далее. Ну, Петербург, это как другой мир, да? Вроде как и не Россия. То есть, нам проблемы дворцов. Как и Москва, наверное. Мы живем одновременно, наша страна, в 19-м, 20-м, 21-м веке. Мы понимаем всех. Поэтому, вот, наши все проекты не грозят уничтожением цивилизации и местных обычаев, так же, как в Российской империи. И это привлекательно. Вы можете быть, молиться, продолжать своим богам, но предназлежность к вот, к какой-то большому объединению, которое развивается, сможет помочь вам получить источник энергии, социально-экономический и так далее. Анастасия, мы еще продолжим эту тему. Вот у нас Андрей заскучал тут, наверное, немножко. Андрей, как вы думаете, вот, саммит БРИКС, мы сейчас вам много дадим минут говорить в компенсацию. На самом деле, саммит БРИКС, такой же, на самом деле, вопрос. Вот историческая перспектива, зачем лидеры уважаемых стран отрывают себя от дел и летят так далеко? Вот этот вопрос меня очень интересует. Значит, действительно, это не протокольная встреча, ну, когда посовещались, пожали друг другу руки и разъехались. И какова цель конечная, на ваш взгляд, этого уже сформировавшегося объединения, на мой взгляд, или оно еще только формируется? Вот это вот такой вот блок вопроса. БРИКС, конечно, еще только формируется. И, разумеется, саммит БРИКС в Йоханнесбурге – это не протокольная встреча. Это встреча, имеющая совершенно четкую повестку, в которой внесены вопросы жизненно важные, острые и очень прагматичные. Что из себя представляет БРИКС? Вот БРИКС изначально, это аббревиатура, объединила страны с восходящей экономикой. Почему она объединила? Почему создался этот форум? Извините, восходящая экономика. Вы классный термин придумали, потому что это развивающиеся, а рынки как-то вообще не нравятся. Это не я придумал, это финансовый термин. Вот так же, как и БРИК, термин, придумали банкиры Гонсакса. Все уже придумано до нас, это известно. Восходящая экономика, экономика, которая растет, которая развивается с определенными темпами роста. Дело в том, почему это объединение возникло. Да все очень просто. Дело в том, что когда сформировалась после Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамская система и Бреттон-Водсская, как финансовая часть. Мироустройство. Мироустройство. Значит, эту систему формировали под себя победители во Второй мировой войне и тогдашние мировые лидеры. Значит, Бразилия, Китай и Индия, не говоря уже о ЮАР, тогда практически ничего из себя не представляли. В первую очередь в экономическом плане. Потому что на момент распада Советского Союза весь ВВП Китая, который обладает сегодня первой экономикой в мире, составлял ВВП равный РСФСР. Вот на момент распада Советского Союза. А у нас еще было. Затем прошло масса лет, и экономики и Бразилии, и Индии стали резко подниматься вверх. А политическое международное значение этих стран и возможность их реально влиять на политические процессы, на принятие политических решений, осталось на том же уровне 45-46-48. Они же развивались до этого без политического влияния. Зачем оно им сейчас потребовалось? Дело в том, что развитие экономики, особенно если экономика становится глобальной, и выходит на первые позиции, или в десяток первых позиций, невозможно с определенного момента без политического статуса и влияния. В этом отношении и Бразилия, и Индия претендуют на вхождение в состав постоянных членов Совета безопасности, чтобы обладать в том числе и правом ВВП. Но они еще не обладают этим. Есть определенные диспропорции в принятии решений в Международном валютофонде. То есть в той системе, которая практически без изменений осталась на сегодняшний момент. После Румирования, кстати. При этом в Совбез, стремление Бразилии войти в Совбез поддерживаем мы, а стремление Индии поддерживает Соединенные Штаты. Ну, в ответ на определенный размен. И именно потому, что как-то вот сформировавшаяся система особо-то их туда не пускала, появился вот этот форум. Сначала БРИК, а потом и БРИКС, когда Южная Африка туда вошла. Значит, сегодня две восходящие экономики. Бразилия. Три восходящие экономики. Бразилия, Китай и Индия. Очевидно, туда входят. Экономика России сегодня переживает не лучшие времена, и она скорее стагнирующая, чем развивающая. Но она представляет большой интерес для западного мира. И индикатором этого является то, что новым послом в Российской Федерации, Соединенных Штатов, он назначен Джон Хацман. А Хацман это специалист именно по развивающимся экономикам. Он был послом в Сингапуре и дружил с архитектором сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю. Он был послом в Китае в тот самый момент, когда экономика Китая резко рванула вверх. Теперь наше рванет, значит, если он привел. А мы ругаем американцев, может, это десант? Я думаю, что какие-то процессы, которые, может быть, мы не видим, в Соединенных Штатах видят, и именно поэтому они послали сюда Хацмана. А именно поэтому они хотят ввести санкции против нашего госдолга, да? Чтобы мы шустрее бегали? Все, что нас не убивает, то нас стимулирует, как известно. Южная Африка в этом отношении, конечно, и рядом не стояла, но в африканском континенте она является определенным лидером. Лидером и базой для китайских тех же инвестиций. И базой, да, абсолютно точно. Теперь, значит, в чем плюсы и достижения Брикса сейчас? Плюсы Брикса заключаются в том, что это интеграционное объединение осознает общие интересы. Этих общих интересов два. Потому что в плане экономики наши страны никак садись не могут. Сейчас объясню, почему. Первое, это вот консолидированное мнение о том, что мировое влияние и степень влияния на мировые процессы всех стран необходимо поднимать, и мировой статус. Второй вопрос связан с задачей обеспечения коллективной кибер- и информационной безопасности. Вот это общая потребность, которая одинаково остро стоит перед всеми странами, и страны готовы интегрироваться и создавать коллективное пространство информационной безопасности Брикса. В том числе и свою кибер-полицию. В этом отношении как раз... Просто нигде это не попадалось мне... Но я не буду раскрывать секретные источники. А потом скажут о том, что вот, да, пришел, разгласил ГОСТ. Секреты не нужны. Хорошо. Значит, теперь... Это плюсы. Минусы заключаются в чем? А минусы заключаются в том, что страны никак не могут найти общую формулу экономического взаимодействия. Они очень разные. Бразилия, экономика открытая, построенная по западному типу и очень интегрированная с Соединенными Штатами. Они не противостоят Соединенным Штатам, они с ними тесно и неразрывно связаны. А кто им противостоит-то? Китай? Китай. Вообще с ними говорят, что это сиянские близнецы. Здрасте. Таможенная война сейчас идет? Это сейчас. Активная, да? А вообще-то? И всегда какие-то формы были. Значит, Китай. Принцип не союзничества. Да? Самодостаточная страна. Она спокойно идет вперед и всех остальных рассматривает как временных побочек. Индия. Вот в Индии сейчас нынешнее руководство абсолютно американско ориентировано. Как в плане закупки вооружения, так и в плане всех остальных вещей. И когда был саммит Шоссе-Брис в Уфе, индийцы очень не хотели туда ехать. Они очень отрицательно к ним относились, потому что боялись, что американцы обидятся и у них появится проблема. Как собрать их, состыковать в экономическом плане вместе, непонятно. Это первое. Второе. Брикс по-прежнему является в большей степени клубом по интересам. Это не международная организация. Хотя первые шаги... Большая семерка тоже. Это лидеры этих пяти стран. Еще раз. Еще раз. Это клуб по интересам. Да, это дискуссионная площадка. Вот так ее и называют. Объединение. Как бы ее ни называли. Хотя элементы формирования, как раз превращения Брикс в международную организацию, они были сделаны после Форталецкой соглашения. Когда появился Банк развития Брикс, Пул резервных валют. Ну это же конкретные институты. Это конкретные институты. Но вы мне ответьте на вопрос, какие дальнейшие шаги после появления этих институтов были сделаны. Ничего было не сделано. И во многом потому, что никто специально этим не занимался. А давайте вот Владимира спросим, может быть все-таки какие-то шаги-то были, и это политическая уже организация. Или она только делает первые шаги. Если позволите, все-таки начну с того, что у нас получается как три восходящих экономики и стагнирующая Россия. Это не совсем так. ВВП России... И так Сибирь и Южная Африка, да? В прошедшем году рос больше, чем бразильский ВВП. Поэтому тут не совсем такие линейные процессы. Это насколько же больше? И российскую экономику не нужно рассматривать, как некоторые делают. Давайте БРИКС, заменим МРИКС на место России, поставим Мексику. Потому что Россия это не растущая экономика. Нет, Россия тоже вписывается в эту тенденцию восходящей экономики. Восходящая экономика. Очень хорошо. Красивая. Что касается общих интересов. Общие интересы еще связаны с тем, что да, у каждой из этих стран есть свои особые контакты. Совершенно верно с Америкой. У кого-то, как у Китая, у кого-то, как у Бразилии. Но общий интерес состоит в том, что каждое из этих государств стремится позиционировать себя в качестве страны, принимающей решения на мировой арене. И имеет на это полное право, потому что Бразилия это не просто самая крупная экономика и страна Латинской Америки, но страна, которая объединяет Иберо-Америку, как сейчас называют этот регион. И достаточно часто позиционирует себя. Вот Дима Руссов пыталась объединять Америку. И вот теперь где она? Ее отставили? Она и Африку пыталась объединять. Это действительно процесс. Американцы, само собой, разумеется, таким образом реагируют. Вообще, если вы обратите внимание, произошла мощнейшая американская контрреволюция в Латинской Америке. Где-то коррупционный, антикоррупционный кризис, где-то что-то еще. Я прошу прощения, у нас просто заканчивается время, Наталья Алексеевна, прям буквально два слова. Вот в будущем вы видите устоявшуюся организацию, политическую БРИКС, или нет? Я, пожалуй, вижу, но просто это не будет в следующем году. Движение будет осторожным. В ближайшее время, я не говорю, там какой-то возримый. И Россия, которой нельзя прикладывать критерии, такой краткосрочный. Это крупная величина, и вот эти изменения, повороты, она может очень задержаться на каком-то повороте. Понятно, Анатолий Алексеевич, вы в два слова. Вы знаете, буквально два слова. Значит, я продолжу то, о чем говорил. И мне представляется, что вот нынешний саммит будет каким-то образом переходным. Он трансформироваться должен во что-то большее. Во-первых, банк, новый банк развития, это первое, он должен заработать. Второй момент. Значит, все же мы должны в перспективе видеть, ну, по крайней мере, сейчас я уже вижу прообраз экономико-политического. Сергей Алексеевич, я прошу прощения, ваша мысль понятна. Спасибо большое. Мы выжили заканчивать нашу программу. Спасибо. Будем обсуждать тему БРИКС уже в следующих выпусках. Всего доброго.